Рэндж-дэй для блогеров Стреляем из всего, что стреляют Не, 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 стоп, у нас своим нельзя Практически весь ассортимент российского оружейного рынка Говорят, патроны не кончатся, сейчас проверим Просто Андрей классный стрелок Мы все, в общем-то, оружейные маньяки Это суперсила, когда все супергерои собираются Я даже вижу Хаука Мало кто вообще оружейный движ делает Когда же соберут нас, людей, которые просто тащатся от пушек Тебе уже расспехто с дебилами С покупкой Всем привет Продолжение следует... Ребята, вы можете потише? Друзья, всем привет, всем здравствуйте Я Андрей Шелестов, канал Оружейный Барон И я нахожусь в Костроме на нашем стрельбище Которое стало уже для меня, ну просто, не то что родным А я приезжаю сюда даже, когда нет никого Просто погулять А сегодня в знаменательное мероприятие Мы пригласили блогеров, которые освещают И которые интересуются оружейной темой Это мероприятие называется Range Day На нем можно увидеть практически весь ассортимент Российского оружейного рынка А самое главное Из него еще и пострелять Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, я должен напротив камеры стоять Я тоже, Марат, не забывай Тебя за мной видно Да вы батенька шутник Значит, всем доброе утро Я хочу вас поприветствовать на Костромской земле На территории Федерации Сценовой Стрельбы Костромской области Слово для открытия предоставлено для ее Друзья, здравствуйте Смысл нашей здесь встречи заключается в том, чтобы Как можно больше людей заинтересовались этим направлением Как можно больше людей были вовлечены в наше общее хобби Есть площадки, на которых можно пострелять Там есть люди, которые профессионально разбираются по тактико-техническим характеристикам каждого изделия У каждого из вас свой канал, у каждого из вас свое направление, свое видение, своя тема И вы в своей нише делаете свой контент, который вам интересен Мы не будем вам не навязывать, не рассказывать, не говорить, что нужно делать Я всегда буду присутствовать здесь, вам помогать На любые вопросы готов отвечать, любую помощь оказывать Мы приготовили для вас какое-то количество оружия интересного, на наш взгляд Большое количество патронов И несколько площадок, где можно все это применить И поснимать Спасибо большое, что вы все приехали А мы хотим сделать так, чтобы это было традицией Такие сборы будем вам рассказывать, показывать Вот, надеюсь, вам понравится Спасибо большое, что приехали Спасибо, что вы знали Кто будет стрелять? Стрелять будут все Не, надо спросить, кто не будет стрелять? Да И сразу так все, знаешь, обернутся, как на прокаженного Что-то, столпились, снимайте Вы что снимаете, я не попадаю, что Ледите куда-нибудь, потом Мараток снимайте Мараток снимайте Вверх дай! Не сдай! Что значит итальянское оружие? Он сам машет руками сами разведоски Сейчас мы подойдем и расскажем, чем он там занимается И что он там эмоционально рассказывает Саша, извини, вот так эмоционально рассказывает Привет! Получается я здесь сниму сейчас Да, это приехал просто товарищ, подписчик мой Подписчик мой Да Живет в Касраме поощадке Да, серьезно? Здорово! Саша, расскажи, о чем твой канал Чем ты увлекаешься Чем ты занимаешься И что тебя здесь заинтересовало? Мой канал, но я бы сказал, что он не совсем оружейный Он скорее на около тактические темы Привет, друзья! Я пробую все Как у нас с кузнечками обстоят дела? Тыкнем в него ножиком Фишки бронежилета Сразу перехожу к делу Я ниндзя пипец Экипируйтесь, грамотно, друзья Грамотно подходите к тюнингу оружия Да пребудет с вами сила И модели оружия То из чего ты пострелял Что у тебя больше всего эмоций 19-11 техкрема Конечно Конечно Я поклонник вообще Кагуни 19-11 Сейчас начнут люди А что тебе в нем нравится? А что им Это иррационально 19-11 это иррационально Это нравится и все Короче Он очень меня впечатлил Он еще и зеленый вдобавок ко всему Мало что здесь 19-11 Он еще и зеленого цвета Что у меня еще? Любимый твой цвет Ну да Да Что мне еще понравилось Мне понравился Я прошу прощения В гражданском оружии Не очень Дробовик Который по тактику Пятизарядный Это Кацан Эспорт Вот я думаю Что я такой наверное Себе приобрету Саш еще один вопрос Как такого рода Мероприятия вообще Нужны и не нужны Для тебя культуры Обращение с оружием Что ты думаешь? Я более чуть широко отвечу Все с вашего позволения Смысл в чем? Такие мероприятия безусловно Нужны На такие мероприятия Должны приглашать Компетентные Максимально компетентные люди В примитивных сфер Я сейчас не себя имею ввиду На всякий случай Для того чтобы повышать Не только культуру обращения Культура обращения Это очень важно Повышать и вообще Компетентность И оружейную грамотность В принципе И огромное еще раз спасибо За то что вы это устроили Спасибо что приехал Вам спасибо Владыч человек Не-не-не-не Стоп у нас своим нельзя А мы сказали можно? Нет-нет-нет В правилах написано Оставьте за дверью Извините 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 Вы на какой стенд? Я на все сразу Я попаду Извините Только идите последним Тогда чтобы стенды Остались Все точки у нас распределены Две точки с гладким оружием Точка с пистолетами А сейчас мы двигаемся К самой может быть Интересной точке Где стреляют Из нарезного оружия Пойдем Привет Да Здравствуйте Расскажи О своем канале Меня Дикиворкш Я занимаюсь Профессиональной продажей Экипировки Снаряжения Тюнинг оружия Все в рамках закона Соответственно Друзья всем привет Мы еще и повоюем У нас вот шикарный карабин Ты готов? Да, готов Ты меня снимаешь что-ли? Да Что тебя больше впечатлило из оружия? Я побывал на автоматическом оружии На галкоствольном оружии На галереи новизного оружия Тот карабин, который сейчас одержишь в руках Я потенциально покупатель этого карабина Почему? Потому что на прошедшей выставке Я заинтересовался этим карабином Я хочу пометить, что это карабин Турква 2 Который сейчас представляет на нашем рынке Компания Атаром Производитель заявляет то, что данный карабин На 100 метров дает полминуты Личное мое мнение Для охоты загонной ходовой Это за глаза Средняя дистанция От того, что у нас много там лесов И, скажем так, пересеченной местности Не дает нам возможности стрелять на более дальние дистанции Поэтому дистанция до 100-150 метров Это максимально оптимальная для охоты Полминуты на 100 метров При росте по цене, по-моему, в районе 50 тысяч рублей Да С дополнительными магазинами В 308 калибре С 5-летней гарантией По-моему, здесь даже и... Как бы... Не конкуренция Нокаут это называется Я хочу сказать, что я сам лично стрелял из этого каравина на заводе Это была серия у нас на канале Там можно все посмотреть И, действительно, он подтвердил те технические характеристики, по которым ты говоришь Супруга мне сказала Денис, вот тебе 1000 долларов Да, поэтому... Большое вам спасибо Развивайтесь Вам всего... Ну, продвижение, конечно Продвижение Я очень надеюсь, что сейчас мне получится показать какой-то определенный результат Но если я промашу, я не виноват Коробчатый магазин Ну, три выстрела Я отсюда не вижу прицел Один отрыв А второй-третий выстрел Практически один в один У меня нет претензий к карабину Я сейчас, когда еще ребята постреляют Хочу еще раз попробовать отдельно пострелять Потому что, скорее всего Я отсюда уеду С покупкой Всем привет Расскажи, пожалуйста, почему тебя привлекает именно оружие У меня есть У меня есть канал Это подкаст Первый в России И занимающийся сейчас нишу Подкастов по оружию Называется он «Cast about guns» Вообще, я журналист У меня там Взеральная школа радио У меня онлайн радиостанция Первое у оружия называлось радио «Базука», когда это было модно Сейчас мы занимаем нишу подкастов Мое оружие Всем привет, друзья! Для слушателей «Cast about guns» Сегодня настоящий подарок Потому что у нас в гостях Андрей Шелестов Это «Оружейный барон» Много лет стреляю Интересуюсь этим Ну как бы кайфую Ну что я могу сказать Ну тащусь я от этого Нравится мне все Вот точно и надалеко Это меня возбуждает больше всего Сегодня честно скажу Благодаря тому празднику, который устроил Андрей Первый раз стреляла по тарелочкам Первый раз в своей жизни Хотя стреляем давно И вот есть свидетели, что в общем-то попало в эти тарелки Разбила не только на кухне Да Как ты думаешь, вот такие мероприятия Не стоит их проводить? Конечно Во-первых, здесь, как уже неоднократно все говорили Встречаются люди, которые друг на друга подписаны Мы все, в общем-то, оружейные маньяки И твоя гениальная идея была Собрать этих людей в одном месте Посмотреть, что из этого получится Я считаю, что вот нужно сделать соревнования Между оружейными блогерами Не просто вот мы пришли, попалили А у нас еще должен быть какой-то интерес И это может стать вообще шикарной традицией Спасибо за хорошую идею Спасибо большое, Андрей Спасибо Кстати, Андрей Такую тему делал от канала есть Таркушек, наверное, может видел Андрей, расскажи о своем канале Чем вы занимаетесь, чем увлекаетесь О чем рассказываете? Мы с Сергеем представляем канал Ярославское Стрелковое общество Мы тоже давно очень стреляем То есть мы тоже начали от ствола Сейчас уже у нас у всех морезное А мы опять видео снимаем Новые блогеры Йес! С вами снова Ярославское Стрелковое общество Мне прислали на тест интересную штучку Вот что в результате получилось Ой Самокрутный патрон все равно стреляет в минуту Нашего Ты на дачу Ираната Бл*** Зашибись То есть стреляем из всего что стреляют Включая пневматику да вот кстати пометим что это большое наше упущение что очень большую долю рынка занимает пневматическое оружие моего к сожалению сегодня сюда не привезли я не знаешь все сиди просто погода не для пневматики за может быть может быть но я могу сказать что пневматика к счастью на сегодняшний момент продается без да и очень на самом деле много сейчас чего интересного про это раньше там было и и ждам навалом всего как ты считаешь вообще такие мероприятия не стоят того чтобы собираться как раньше в голову не пришло почему это никому это это же здорово просто то есть во первых мы сегодня встретились от все оружейные блогеры то есть друг друга то все уже давно знают друг друга смотрят но вот так вот глаза в глаза там обняться руку пожать это уже просто супер тебе уже респекту с дидею говорят патроны не кончатся сейчас проверим у тебя очень классное мероприятие спасибо что пригласил богдан булачев у него прекрасный великолепный очень интересный канал про все но в основном про путешествия и он рассказывает там как путешествует где он только не бывал как федор конюхов или только молодой то днение мы равняемся конечно на на федора мы молодые нам еще у нас все впереди но основная наша специфика это автомобили автомобильные путешествия гонки сил квей дакар и экспедиция в арктике суровые где собственно без оружия практически находиться нельзя сегодня познакомился с огромным количеством ребят тут и кстати даже мои подписчики если это очень приятно было развиртуализироваться сказать что тут турки хорошие особенно там зелененькая ружьишка инерционная но и помпа конечно механика это просто это как как уазик в деревне у деда и так рассказываешь вдохновленно прямо потенция повышается замка каждый мужик должен иметь я об этом говорю не знаешь вот во первых тому что ты делаешь нужно сказать отдельное спасибо за следующее первое во первых каждый мужик добытчик и оружие это продолжение мужика это культура обращения с оружием больше не воспринимают это ну то есть вот парад есть противники есть те кто за и вот как раз показать культуру владения когда оружие находится в умелых руках соблюдением всех техник безопасности то это в принципе безопасное ну можно сказать то есть она служит как раз на защиту тебя либо на добычу если ты охотник либо на спортивный результат как формат мероприятия стоит ли такие проводить слушай формат очень крутой я сюда добавил какую-то соревновательную часть не хватает кто там лучше отстреляет из пяти или там быстро перезарядить спасибо большое за идею ты второй уже человек вот катерина тоже предложила именно соревнования ввести ты тоже подтверждаешь что мы однозначно примем это на будущее вот большое тебе спасибо что приехал спасибо что приносил по самообороне просили ребята если у тебя полностью не заряженная то там если мы коробку берем надо коробку передернуть скидывать здесь скорость большая то то есть если ты стоишь там вышел а удобно тебе сделано вообще и если например два выстрела делать лучше всего сразу кинул как гораздо удобнее чем два заряжать первый выстрел быстрее получается ты не представляешь когда ты держишь руках оружие я не говорю даже про добычу которую ты можешь добыть из этого ружья на охоте а когда ты держишь оружие это суперсила то что ты сможешь сделать на расстоянии до 200 метров поэтому ощущение колоссальное каждый должен попробовать пострелять даже если вы не владельцы оружия сходите в тир попробуйте придите туда вы почувствуете совершенно другие эмоции это не то что играть в компьютерные игры а тем временем мы пришли на круглый стенд это дисциплина олимпийская здесь стреляют из вертикальных ружей также можно стрелять из полуавтоматов по тарелочкам сегодня самое популярное оружие здесь на стенде это вот это от а в ламинате я сейчас покажу как из него может результат из него можно показать а ну-ка константин константин лазарев у него свой канал про оружие расскажи чем ты увлекаешься и о чем ты рассказываешь своим зрителям значит у меня канал посвящен в основном огнестрельному оружию и прежде всего именно боевому военному оружию которая состоит на вооружении в каких-то силовых структурах ограниченная часть канала посвящена непосредственно подразделением специального назначения тренировкам соревнованиям и еще вот в последнее время мы запустили цикл это именно методика работы с оружием всем привет друзья с вами константин лазарев и вы смотрите мой youtube канал лазарев тактикал здесь вы увидите самое современное вооружение снаряжение и новейшую военную технику все обычно любят когда что-то расстреливают продолжайте смотреть видео последнее время я стараюсь больше времени уделять и гражданскому оружию да потому что оно все-таки более доступно не каждый может из пулемета или из гранатомета пострелять и это здорово расскажи из чего ты пострелял что на тебя произвело большее впечатление я значил ну как обычно с короткоствола потому что пистолет на самом деле это моя любовь мне очень понравились тех римовские травматические пистолеты это 226 и 1911 реально классные пушки я просто не ожидал на самом деле на 10 метрах такую кучу собирать просто из резины я всегда считал что резинка вообще на это баловство там куда-то что-то улетит там дай бог попадет куда-нибудь там на метрах двух-трех она кастом нормально кучно ли вот потом я попробовал новый макаров pm 17t до уралных комплект вообще классная штука прям я вот реально загорелся то есть я попробовал шикарная вещь вот естественно я попробовал с хп потому что на самом деле тоже очень очень зрелищно так я я на самом деле не люблю баловство да с оружием то с оружием это самая та тема чтобы там с двух рук по македонский пострелять да но это вот круто и формат таких мероприятий как ты думал их проводить стоит ли собирать людей для того чтобы показывать то что у нас происходит такой формат необходим потому что на самом деле оружейная тематика в россии она такая полузакрытая скажем тогда это такая субкультура и люди многие скажем тогда вот даже вот банальный пример приведу да я когда приходил от крайнюю справку получать к на нароха собрала документы да я психожук псих психотерапест или кто там справку да да он говорит а зачем тебе карабин ну стрелять буду только у тебя же пистолет есть зачем тебе карабин он вогнал меня просто вот просто я не знал что им ответить потому что думаю все блин сейчас что-нибудь не то скажу он ведь не справку не даст написать что я псих да и вот с обычными людьми скажем так там с теми кто с оружием не дружит с ними практически также они думают что оружие это прямо железки которые исключительно убивают и я считаю что такие мероприятия как рейдж дэй это я думаю что ее можно было бы проводить даже скажем так не только для блогеров да но и просто для всех желающих кто вот хочет прийти допустим попробовать пострелять не вопрос давайте попробуем вверх дай нормально первый шансов у меня становится немножко меньше да бирдой вот это эффект камеры все летит но как только камера появляется сразу начинает все промазывать на самом деле я отмазывает просто андрей классный стрелок еще у нас есть площадка интересная представлена короткоствол где травматические пистолет и охолощенная там самого утра большая активность все стреляют я думаю что именно там найду своих друзей диму каскад тв и марата сатаева он они пилят пациент это же рейдж дэй для блогеров лучше всего вот на воде а воде вот сюда да да ты абсолютно все верно здравствуйте друзья друзья вы все прекрасно знаете марата сатаева и диму каскад тв с и геннебурга кто не знает может быть они сами расскажут про те темы которые они освещают расскажи мурат давай начнем стрелять у меня инстаграм-канал youtube канал где я обучаю людей безопасного вращения сооружен и про как нужно научиться стрелять быстро и легко как здесь ты уже успел из всего пострелять вообще пострелял и потренировал кого-то и мы сейчас вот разрабатывать дима на основе физических ударов ножов я показываю как бы я уходил он пока дал мы на с простом с хочу проверяем и достаточно делимся опыт что это за модель вообще бьет это как был турецкий вертай да очень такая хорошая модель и я бы всем посоветовал брать с нее можно имитировать выстрел отдачу перезаряжается после каждого выстрела то же самое что боевое но можно безопасно заниматься дну дома не знаю но в каком-то помещении где нет соседей можно заниматься например если стреляли мы сейчас убирали пистолет отрабатывали захват пистолета при выстреле очень четко показывается привыкаю к звуку и быстро дим веры скажи ты о чем твой канал о чем ты рассказываешь чем увлекаешься мой канал о самообороне это канал центра специальной подготовки о безопасности в целом всем привет сегодня очередной ролик безопасности мы сегодня бить никого не будем то есть почему удар получается слабый приемы от ножа не работают говорим о газовых баллончиков как раз маратом встретились благодаря андрею молодец спасибо но я его два раза выиграл друзья скажите что вы дополнительно принесли сюда от себя лично дополнение то вроде все очень достойно такой обмен опытом такой обмен опытом и для зрителей в том числе мы можем сделать очень крутой контент спасибо я тебе так скажу вы все любите фильм мстители когда все супергерои собираются в одном фильме вот рэндж дэйта про это да 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 я даже вижу халка там вон там где-то до бегает лазаре здорово марат здорово дима что приехали рад был с вами повидаться еще раз хорошего контента спасибо давай б это реально попасть ну давай хоть попробуй ташечку попробовали реально да еще раз б я больше ну так друзья мы пострелялись вот сейчас у нас соревнование проходит стрелять из автомата по тарелкам я попадаю получается сейчас из 5 2 а круто а теперь расскажи про свой канал такую тему поднимаете кто вас смотрит мы канал национальная лига охоты рыбалки наша основная задача на сегодняшний день пропагандировать правильную охоту правильных охотников охотника в первую очередь тот человек которому не безразлична что такое природа охотника тот человек до которого происходит на сегодняшнем лесу здорово мужики у нас охота начинается на копытках заниматься биотехнии и не только братья природы но и отдавать рыбалка для меня целая жизнь ведь уже завтра открытие осеннего сезона настоящие мужики готовят на природе какой же лучше дробью стрелять гуся и помните в охоте ведь не главное попадание в охоте главное удовольствие уже успел пострелять какие эмоции ты ощутил мы постреляли сегодня из огромного количества оружия наверное более 30-40 единиц из нарезного оружия посмотрели турков в принципе были не удивлены качеством потому что все больше и больше на рынке появляется оружие которое удивляет и ценой и самое главное качеством сейчас в пределе до 50 тысяч рублей можно обладать неплохим нарезным оружием причем которое скажем так будет соперничать по точности и легкости в управлении и внешним видом с более дорогими марками спасибо огромный охот актива что он сближает и блогеров и обычных людей с возможностью пользоваться качественным и недорогим оружием что очень важно в наше и нынешнее время тебе вообще роман привет у романа свой канал он сейчас расскажет чем он увлекается о чем рассказывает на своем канале по канал называется мужская культура и мысль о нем продевать тот момент он не родился сын а вот так да я понял что в нашей стране какая-то вот эта поколенческая связь от абсанск сына ничего не передается то есть я увлекся оружием сам по себе как получилось что мой отец но я надеюсь пробудить и в своем зрителях вот эти добытчика охотника и просто отца и наставника привет вы смотрите программу мужская культура туда и прилетела а заряжать же ружье заряжать же ружье на зато короче с вертолета меня никто не увидит сам я занимаюсь спортивной стрельбой практически стрельбой и в основном с пистолета и поэтому очень интересно мне стенд именно с травматами я хочу попробовать повыступать именно войти пей в оборонной стрельбе у вас большой выбор я уже так сделал наметки да и практическая стрельба это вот карабин пистолетного калибра сейчас очень популярная собираюсь ехать на чемпионат мира поэтому это мне прям кажется что у меня там не хватает чемпионат россии я ездил за границу ездил на чемпионат европы ездил на чемпионата мира не был что на тебя произвело впечатление не только травматика то чему ты увлекаешь на что-то новое для себя от круг новая это вот наверное вот этот вот как он карабин тактический для дома для обороны до обороны просто топ вот если еще ценовая там политика ребят скалюка 30000 вот прям как первое оружие это лучший вариант ничего не надо купил все у тебя лежит ты можешь с ним холостить тренироваться отрабатывать тактические спортивные моменты а вот такой формат мероприятий которые вот сегодня мы проводим ты считаешь на жизнеспособен он вообще он требуется рынку и требуется тем людям которые пользуются мое мнение что только такой формат и жизнеспособен очень здорово что именно ваш компания что именно вы андрей этим заинтересовались потому что ну как человек который там зависает в инстаграме да я вижу что все забирают девочек все собирают девочек на косметику на молочное питание мам собирать еще что думать когда же соберут нас людей которые просто тащатся от пушек и не могут с ними никак расстаться вот спасибо вам большое что рада чтобы познакомиться я надеюсь что вы дадите мне интервью на канале мужская да конечно вижу а все в молоко но на самом деле на счету макаки уже есть тарелка сбитый он пока один кто попал вот привет приветствую у тебя свой канал на youtube и почему он так называет вот никогда не думал что в нибудь неудобно называется на рашен макака вот если просто просто это было сделано в угаре как бы так решил оставить никаких интересных там было сложное слово макака автомат калашник какие темы ты освещаешь и о чем ты там рассказывал значит по порядку о чем канал канал об оружии соответственно это первое как гражданское гражданское у меня упор на гражданское но бывает еще всякие штуки там и туризму но это крайне редко основу это оружие всем привет с вами русская макака я могу я скажу мерзнем в лесу хочешь оформить себе лицензию на оружие сегодня мы стреляем по яйцам я ненавижу в чем смысл канала у людей очень много ограничивающих убеждений там оружие нельзя опасно только для богатых людей все сложно все ужасно я пытаюсь это как бы постепенно разрушить также я ну стараюсь людям помогать через свой канал именно оформление у меня там есть инструкция всегда на доступе и вот что 5 в неделю стабильно мне пишет там макака спасибо я оформил расскажи из чего ты пострелял что у тебя произвело впечатление и какая модель тебе больше понравилась значит я не добрался еще до нарезного потому что огромное изобилие того что сегодня есть здесь мне интересно было от армс смотреть потому что это то что это рэндж дэй от армс понравилось потому что получается это ну все таки доступное ружье зацепила копия беретты которая стоит в 2 раза меньше и при этом она настолько тактильно просто приятный трогаешь ты понимаешь что вот дерево там ламинат и он приятный плюс оно такое аккуратное складное и бой у него такой приятный скажи такой формат мероприятия он вообще жизнеспособен он интересен стоит ли его проводить дальше дальше да конечно проводить потому что у нас ну как бы мало кто вообще оружейный движ делает на мой взгляд это как бы ну действительно очень здорово и надо продолжать Хацан H112 Хацан H112 самое дешевое ружье в нашей стране в руках оно реально добротное то есть пластик у него он как бы нормальный то есть в принципе нормальное ружье саша дружинин у него очень популярный канал для охотников называется да охотник сейчас мы пойдем посмотрим и спросим его мнение ты снимаешь контент мы тебя отвлекли я уже все снял вы прям вовремя подошли здорово ну для вас можно Саша расскажи про свой канал о чем он рассказывает ну я снимаю про охоту именно как охочусь я как я бы хотел чтобы все охотились чтобы без браконьерства и так далее как ну красиво стрелять но у меня идея это именно там хороший точный вот выстрел ну и так же я делаю ее обзоры оружия стреляю ну на далеко стараюсь время на 500 там 900 метров стреляю ну и сурков охочусь про охоту ну и рассказываю про патроны про боеприпасы в общем все что связано с охотой приветствую вас мои дорогие друзья мы здесь много стреляем из разного вида оружия а во вторых мы охотимся да красавчик да у меня прям это кровь а в третьих мы делаем много приспособлений для того чтобы стрелять готовить боеприпас и снаряжать наши патроны любимые пробьет ли АКМ рельсу пули против золота о слышите? слышите? от меня вам огромная удача и пока из всего удалось пострелять все что хотел все просто прям наелся скажу спасибо большое что оно для произвело самое большое впечатление? честно говоря я удивился с Аббати СТР по сути НОРС СТ 50 тысяч ну и по сути так же но он стоит два раза дешевле стреляет он ну в минуту я стрелял ну стандартным валовым боеприпасом первый раз взяв грубо говоря ну винтовку и все нормально полетело то есть я вижу что если его взять ну там настроить ну боеприпас он может выдавать и 0.2 и 0.3 если умеешь стрелять и вот такой формат мероприятий как ты думаешь он интересен вообще? да круто что мы приехали постреляли на новинки вот винтовки я смотрю много да мне как бы интересно про них информации мало и тут бах мне первого дали и я сказал все что они думают да честно и мой зритель это увидел я считаю это круто если как бы ну каждый сделал что-то подобное и люди узнали что-то новое спасибо большое Саша что приехал спасибо что позвали большое вам всем спасибо за вашу работу рассказывайте больше на ваших каналах о том интересном что есть об оружии мы со своей стороны как компания Афутактив я как Андрей Шелестов готовы вас поддерживать во всем все что вы делаете большое вам спасибо Андрей спасибо спасибо спасибо